Исследователи из организации EarthSight и независимые экологи обнаружили самую большую незаконную рубку леса в истории России. Она находится в Иркутской области. Ее площадь порядка 15 тысяч гектаров. Это 21 428 футбольных полей. Рубку на протяжении 12 лет, с 2009 по 2020 года, вели компании, связанные с депутатом Иркутского законодательного собрания Евгением Бакуровым. Его задекларированный доход за 2019 год – 365 миллионов рублей. Большая часть рубок проходила по документам как санитарные. Деревья якобы были больны. Санитарные рубки – это такая форма промышленных рубок в российской действительности, где ты можешь делать практически все, что хочешь. На практике это означает либо вырубать все, либо в случае, допустим, выборочных рубок, вырубать то, что тебе больше нравится, то, что представляет экономическую ценность. Есть документальные свидетельства, что в большинстве случаев санитарные рубки назначались без необходимого лесопатологического обследования. То есть это необходимая часть процедуры назначения санитарной рубки. В лес должны пойти специалисты, эксперты-лесопатологи, по предусмотренным методикам провести обследование, подготовить акт лесопатологического обследования, которое рекомендует либо сплошную санитарную рубку, либо выборочную санитарную рубку с каким-то процентом выборки. Затем этот документ представляется на рассмотрение органов управлением хозяйством региона, которые его одобряют, не одобряют. И только после этого они посылают в те акты лесопатологического обследования представительство Рослесхоза, допустим, по Сибирскому федеральному округу, которое может его завернуть назад, посмотрев на основании каких-то замечаний. Эта процедура с самого начала, с момента лесопатологического обследования, она не выполнялась. Лесопатологические обследования не проводились. То есть, опять-таки, если давая образное сравнение, это как ты заболел, тебе надо поставить диагноз, врач не назначает лечение, просто не осматривая тебя, а в некоторых случаях назначает тебе, допустим, ампутацию конечности, не осматривая тебя. И есть и документальные подтверждения контролирующих органов, органов управления лесного хозяйства. И есть наше собственное наблюдение, когда мы посетили в лесу эти лесосеки. Лес не нуждался в санитарных рубках. Это был здоровый лес. Мы не нашли там погибающих, усыхающих, ослабленных насаждений. Ни даже некого количества таких деревьев, которые бы предполагали, что здесь надо было проводить санитарную рубку. Из-за формального статуса санрубок Бакуров не переплачивал за заготовку древесины. При средней стоимости кубометра в 809 рублей депутат получал ее по цене от 5 рублей 51 копейки до 39 рублей 41 копейки за куб. Таким образом, по оценкам экологов, он заготовил порядка 2 миллионов кубометров древесины. Это 26 595 вагонов. Все вот это вместе, оно говорит только о том, что Евгений Викторович Бакуров и его соратники, его компании, они чувствовали себя очень комфортно в Иркутской области. У этих людей была значительная поддержка. Мы считаем, что весь объем заготовок, который шел вот по этим дополнительным соглашениям, санитарным рубкам без актов лесопатологического обследования, все это было незаконно. Власти Иркутской области способствовали компаниям Бакурова. На аукционах он брал в аренду небольшие участки леса, а после этого Министерство лесного комплекса заключало с ним дополнительное соглашение, многократно увеличивающие площадь рубок. Прокуратура начала оспаривать эти доп. соглашения только тогда, когда древесина с участков уже была выбрана. Однако больше всего исследователей удивила даже не коррупция и не масштабы рубок. Одним из покупателей бакуровской древесины оказалась Икея, крупнейший продавец мебели, публично заявляющий о необходимости ответственного лесопользования. Древесина попадала на заводы и в магазины Икея, как напрямую, так и через Китай и Индию. Из незаконно срубленного иркутского леса делалась детская мебель. Как только мы увидели это имя среди покупателей, как мы только узнали, что, возможно, такой покупатель есть в списке клиентов Бакурова, это произвело определенное впечатление, потому что Икея является мировым лидером в продвижении устойчивого лесопользования по всему миру. То есть, в принципе, лейбл Икея – это в какой-то степени некая гарантия того, что ты покупаешь продукцию, которая сделана из чего-то ответственно выросшего, заготовленного, бесконфликтно. Ну, короче, это некий стандарт, ну, по крайней мере, в сознании людей, некий стандарт ответственного отношения к бизнесу. В ответ на запрос Earthside, касающийся деловых отношений Икея с Евгением Бакуровым, компания сообщила, что прекратила закупки древесины, заготовленные фирмами иркутского депутата. В Икее также заявили, что больше не намерены закупать древесину от санитарных рубок в Сибири и на Дальнем Востоке. Экологи призывают российские правоохранительные органы расследовать самую большую незаконную рубку леса в истории страны. Ущерб государству, по их оценкам, исчисляется десятками миллиардов рублей. Пока же Евгений Бакуров продолжает получать от государства бонусы. Проект его компании ООО «Ангри», предусматривающий переработку 442,3 тысяч кубометров древесины, был включен Минпромторгом России в перечень приоритетных. Это позволит депутату получить новые арендные участки леса на льготных условиях.